В городском округе Люберцы подходит к завершению капитальный ремонт образовательных учреждений. 1 сентября после обновления свои двери вновь откроет 46-я гимназия. Какую работу осталось выполнить строителям, узнала наша съемочная группа. До старта нового учебного года остались считанные дни. Капитальный ремонт одного из старейших учреждений округа на заключительном этапе. Строители укладывают плитку, завершают чистовую отделку помещений, устанавливают двери, светильники и розетки. Большую работу проводят не только в самом здании гимназии, но и вокруг него. Мы расширили плац, вход при школе, в два раза его увеличили. Делаем дорожку вокруг школы, которой не было раньше. Теперь асфальтовая дорожка будет замыкать полностью контур школы. Будет резиновое покрытие спортивной площадки. Произведено озеленение будет. Вырублены старые деревья, которые уже были в плачевном состоянии, так скажем. В настоящее время на объекте в две смены трудится около ста человек. После того, как они завершат работу, в гимназию завезут новую мебель и оборудование. Все этапы капитального ремонта под контролем властей и надзорных органов. Работы проводились в течение всего летнего периода, в каникулы, пока дети находятся на каникулах. Проведена замена кровли, замена всех инженерных сетей, укреплены проемы, окна, двери, укреплены перекрытия. Школа построена была очень давно, порядка 85 лет назад. И, конечно же, перекрытия в том числе были деревянные. Масштабная реконструкция проходит в рамках госпрограммы образования Подмосковья. Кроме 46-й гимназии, в этом году в проект попало еще одно учреждение в Малаховке – дошкольное отделение 52-й школы. Его открытие тоже состоится 1 сентября.